ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Государственная Дума во втором ключевом чтении одобрила законопроект о повышении в следующем году акцизов на бензин и дизельное топливо. Это произойдет 1 января и 1 июля по 50 копеек за литр. По подсчетам властей это позволит собрать дополнительно около 60 миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство двух федеральных автотрасс. Приморское кольцо в Калининградской области и Таврида в Крыму. ТРАССА СТО ОДИН В то же время Госдума отказалась рассматривать инициативу правительства об отмене транспортного налога для электро- и гибридных автомобилей с 1 января 2018 года. Обладатели данных авто могли бы получить такую поблажку на 5 лет. Транспортный налог – налог региональный, заявил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, есть договоренность о том, что все льготы по региональному налогу федерация не принимает и не компенсирует. ТРАССА СТО ОДИН Водители не должны возить с собой распечатанный на принтере электронный полис ОСАГО. Во вступившем в силу 22 октября новом регламенте ГИБДД, как известно, говорится об обратном. На упразднении данной нормы настаивает Министерство финансов. Никаких бумаг в полностью электронной системе быть не может, уверяют в ведомстве. И надеются, что их в ближайшее время услышат. Субару возобновит в нашей стране прекращенные два года назад продажи модели Legacy. Это произойдет ориентировочно в мае 2018-го. Обновленный седан оснащается 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 175 лошадей, либо 256-сильным турбированным движком объемом 3,6 и бесступенчатой трансмиссией. Среди опций автоматическое торможение, контроль за выходом из полосы, адаптивный круиз-контроль и так далее. Папа-римский Франциск чуть было не стал обладателем роскошного спортивного автомобиля Lamborghini. Машину, украшенную золотом, как и одеяние понтифика, ему хотели подарить, но он отказался. Правда, перед тем, как распрощаться со спорткаром, папа его осветил, оставил автограф на капоте и богословил на участие в благотворительном аукционе. По оценкам экспертов, за автомобиль можно будет выручить не менее 200 тысяч евро или порядка 14 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.